Мастихиновым движением начать набрасывать цветовые. А здесь все цвета, да? Ну, нормально, нормально. По-моему, у нас все эти камни. Вот буквально создать цветовую игру. То есть приблизительно, приблизительно, подсматривая, что мы рисуем. Поскольку там формат вот такой, то будем учитывать это, пока создаем рисунок. А потом он просто расширится. Ну, будет нас чуть шире. Значит, набираем основные пятна. Основные пятна. Вот уже видим, что кое-где не хватает вещества. То есть вещества надо класть только, чтобы мастихину. Хорошо потом думать. Хорошо? Давай. Ну, сейчас бережемся. Нет, то, что ты зашел нормально, главное, можно себя очертить, чтобы ориентироваться. Ну и смайлик лица. Да? Смайлик, а потом подробности. Ты видишь, все эти вещи сразу начинают участвовать. То есть мастихин нам не дал положить слишком скрупулезно. Пальцем бы, например, или кистью сразу бы начали скрупулезничать. А мастихин не дал. Поэтому мы теперь используем вот эти навороты мастихиновые. Его неточность для... Ну и постоянная тряпка. Давай. Вот так вот здесь. И мутности, как в районе лица. То есть жесткость вдруг структуризировалась. Вырисованность. Червяка демонстрируем. Теневая у нас особенно активна не вдоль носа, а под носом. Должна быть хорошая привычка под носом делать более активные теневые, нежели чем вдоль носа. Хотя бывают, конечно, вариации. Но вот это убедительнее, чем темнота вдоль. Ну и подробнее. Может быть, вот такие сгустки раньше времени не создавать. А то они... Они прикольные по-своему. То есть, может такое быть вполне. Но вот такое количество краски, оно трудно моделируется. И от него отдаёт неумехой. Поэтому лучше... Это просто потому, что это уже тонкости и нюансы. Лучше его не создавать такое. Когда мы перебрали белил, навязывая белил, это очень часто у дилетантов происходит. Поэтому лучше не показывать. Темный каркас поусилить. Розовый. Голубой. И усилить этот темный каркас. А сюда голубой ФЦ не нужно? Вот голубая ФЦ, она как раз и даст темноту мощную. Поэтому где она уместно, подложишь. Может быть, перепятнил. Может быть, не хватает жестикуляции. Согласен, что это проявление жеста. А это проявление робости. То есть, некоторую жестикуляцию подсунуть. Ну, опять же, это, что касается только нюансов. Потому что... Ну, другому я бы этого не сказал. Голубой, какой хороший опятышка. Давай, нагнетай эти темноты. Нагнетай уточнение рисунка. Может быть, здесь мягче сделать, чтобы край формата не громко уходила эта линейка. Чтобы все-таки напряжение было здесь. Губам ширину. Женские губы любят ширину. По цилин, по этим самым, по червячкам этим. Губочкам идет вот это. Ну, смотри, я даже просто сделал штрижки эти, и оно стало вкуснее. То есть, помним о том, что губы это червячок вот в этом направлении. Ноздрики никак не появятся. С носом что-то я вообще не могу понять форму. Ну, хотя бы все прорисовать, что там есть. Хотя бы. Здесь вот непонятно. Здесь как бы идет один цвет локальный получается. Потом на него уже что-то набросывается. Очень агрессивная там была вот эта выпуслость. Я ее приобрал. Нос в таком состоянии очень любит свет вот здесь. Этот светик сразу его отрезает торчать. Надо прям привыкнуть, что там обычно есть светлость. Ну, естественно, светлость сюда. Кисть я уже доверяю. Вот эту подрезочку стоит увидеть. Она похожим образом, как и нос. И тоже это очень часто встречающиеся. Губы вынуждают торчать. У подбородка вот такое состояние, когда вот эта площадка светится. Отрезали. Вот эти вот подчерки всегда дают ощущение часто улыбающихся губ. Поэтому мало того, что там и так есть чему светиться в мускулатуре. Так плюс еще и оно дает эффект улыбающихся или часто улыбающихся губ. Естественно, напряжение. Глаз уехал. Там заплыл, а у нас уехал. Ладно, чуть-чуть. Все-таки опустим. Там крупное глазное яблоко. Это красиво. Это красиво. Ну, так, во всяком случае, я вижу ситуацию. А вот с носом все-таки, спинка, мы не совсем их поняли. Вот это вот загибается сюда перегородкой. Вот этот вот край как-то выходит немножко вверх. Вот стороне носа я что-то никак не понимаю. То есть под носиком обычно в месте касания тоже темнистое место. Здесь ты видишь рефлексик на вот эту площадку. И она здесь всегда. Эта площадка выражается. Если, допустим, тебе какой-то узел непонятен, вот ты смотришь на какой-то узел, он тебе непонятен, делай соседние узлы. Пусть они доподскажут. Потому что часто для того, чтобы какой-то узел сделать, нужны соседи. Получается, здесь вторая лица, только она уже не просматривается. Да. Ну, как бы она чуть-чуть мигает оттуда, но только чуть-чуть и только мигает. Поэтому там более темный, но темный еще и вот здесь. Остро. Вот это движение. Вот туда уходящее. Давай. Очень жесткая линия. Очень жесткая. Она как будто палочка, которая лежит на холсте. То есть лучше такие вещи все-таки несколько адаптировать в среду. То есть сбивать ее напряженный характер. И чтобы она не лежала как будто палочка. Чуть все-таки идею краснинки указать. Все-таки это слезнячок и он не синий. Хотя там синий задействованный. Но лучше, вот как и здесь, лучше. Он там синий положил. Но вкуснее будет. Вот так вот. Можно действительно мастихином добавить сюда вот этих чистых цветиков. Как бы бомбя ими. То есть раздавленная краска, все-таки немного краски и уже эффект удобства укладки выше. Потому что когда слишком много краски, ее уже не поукладываешь. Вот этот аппликативный характер. Если хочешь, начни. А вот бомбе что делать? Что-то у меня звон вообще не потеряется. Ну вот ты видишь, что с этими пятнами более-менее понятно. Можно к этому потом добавить потечность. Она тоже будет здесь, конечно, красиво. Можно будет сначала подтереть хвост. Мы же туда белило вначале положили. Поэтому он как бы белый там под этим. А потом сгустками краски просто разбавитель подсунуть. Он создаст канавки нужные и прочее. Здесь мутату создать. Не рисовать этот бугор. Увести это в мутное. Хорошо? То есть в такое. На вылет. То же самое. На вылет. В мутное. На вылет. Ну и то же самое. Вот. Чтоб вся напряженность вот здесь сформировалась. Если этот глазик тот заплыл, у него тоже заплыл. Не будем повторять его проблему. Несколько все-таки увеличим. Согласен, да? Да. О, у тебя уже влаги нет, да? Ну, если что, макай в соседнюю замочку. А здесь в стороне коллег? Нет. Нет. Разбавитель. А, ну разбавитель не есть. Ну, вы две. Сорвен, належь себе, если что. Ага. Хорошо. Жесткость это здесь тоже не очень. Я вообще вот этот вот участник не знаю, как проработать. У меня какой-то сборка получается. Вот это направление. Перебей его и этим направлением. Чтоб он не был только туда. Чтоб и туда происходило. Этот произвол, он же очень произвольно работал, ты видишь. Поэтому гоняться за каждым его звуком, это не додать своих звуков. Поэтому общую идею ты взял, но гоняться за каждым его пятнышечком не стоит. То есть, какой-то произвол свой тоже насадить. Иначе будет слишком принужденное письмо. А хорошо прозвучали, да, чистые цветики? Да, вообще цвета сейчас прорываются. Сейчас еще бирюзовый где-нибудь мигнет. И здесь может мигнет. Значит, подобрешь, потом немножко с губами. Как вот это добиться, чтобы зонок зона. Иначе будет, чтобы зонок зона. Ну, во-первых, более чистых цветов подсунуть. Рецепт смотрите под видео. Рецепт смотрите под видео. 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 Ну, какой ритмик прикольный. По-моему, здорово, что там обрывается. Ну, не знаю, мне так кажется, что вот этот участок, как будто что-то здесь не хватает. По-моему, очень красиво он поддерживает своей пустотой, что в нем не хватает, поддерживает этот. Так как будто это было еще в первом слое, когда мы только набирали. Не знаю, по-моему, больше ничего не надо. До следующего видео. Спасибо. Спасибо.